Отопительный сезон не за горами, а задолженность населения юридических лиц северной части города перед поставщиками энергоресурсов растет в геометрической прогрессии. Так, по словам генерального директора Полевской коммунальной компании Ларисы Потапченко, в августе этого года собираемость оплаты за коммунальные услуги среди населения увеличилась на 2 миллиона рублей, а задолженность юридических лиц вовсе составляет на сегодня порядка 15 миллионов рублей. Что касается последних, то в прошлом месяце управляющей компанией было разуслано 74 уведомления. Узнав о имеющихся долгах, многие юридические лица поспешили оплатить задолженность, но есть и такие, кто считает, что вправе не платить по счетам. Вот, к примеру, товарищество собственников жилья «Зеленый Бор-2», дом 5, созданное в январе этого года. За данный период, вот по настоящее время, задолженность по договору поставки энергоресурсов перед Полевской коммунальной компанией составляет 119 тысяч рублей, в том числе 99 тысяч за горячее водоснабжение. Данное ТСЖ является злостным неплательщиком, так как превышает уже 3 месяца, свыше 3 месяцев задолженности. Лариса Потапченко подтвердила сей факт и добавила лишь, что в виде исключения ограничения подачи энергоресурсов не коснутся детских дошкольных учреждений Центральной городской больницы. И это при том, что сумма задолженности здесь также велика. Местный бюджет направил в наш адрес 4 миллиона рублей, то есть это деньги, которые будут направлены в Северский трубный завод. Также хотелось бы мне сказать, что суббота и воскресенье были достаточно холодные, по прогнозу сегодня посмотрели, то есть 5 дней постановления главы уже есть, 5 дней и температура среднесуточная плюс 8, то пора начинать отопительный период. И хотелось бы без всяких срывов начать этот отопительный период. Надеюсь опять-таки на понимание Северского трубного завода, но и призываю всех должников, которые имеют свою задолженность, прийти и срочно оплатить. Но вернемся к ТСЖ. Председатель Игорь Кокорин ни о каких долгах за энергоресурсы слушать не хочет. Говорит лишь о том, что все счета проплачены. По горячей воде долгов нету, по холодной воде долгов нету, по водоотведению долгов нету, по электричеству долгов нету. Я плачу, значит, за горячую воду отправляю платежки, они где-то теряют, там я не знаю. Быть такого не может. Ну что значит быть не может? Давайте в суде будем разбираться. Более того, обвиняют коммунальщиков в некомпетентности, при этом выставляют им счет за невыполненные еще в прошлом году работы. И сумма не маленькая, а глава товарищества собственников жилья требует перевести на счет ТСЖ порядка 480 тысяч рублей. 2 сентября была предоставлена Хвалинскую коммунальную компанию, она находится, вот отметка, значит. Я читаю. На основании вышлоизложенного требует перечислить на счет ТСЖ, собственно, незаконно списанные денежные средства за невыполненные работы по техническому обслуживанию внутридомового сантехнического оборудования в размере 226 тысяч 228 рублей. Перечислить на счет за невыполненную работу по пункту технического обслуживания внутридомовых электрических сетей. Это не сделанные работы по нашему дому. Деньги собраны в 2013 году, ничего не сделано. Дальше. Перечислить на счет товарища денежные средства на невыполненные работы по пункту контроля за техническим состоянием жилфонда паспортный учет 100 тысяч. Значит, перечислить на счет товарища собственников жилья, незаконно списанные денежные средства на содержание лифта в размере 91 тысячу. Общая сумма 480 тысяч. Да, это до организации ТСЖ. 13-й год. Деньги собирали, ничего не делали. В Полевской коммунальной компании заверяют, что все запланированные работы по текущему ремонту и содержанию дома в 2013 году были выполнены. Отчет об этом был представлен жильцам в марте этого года. Это надуманная задолженность. Никакой задолженности там не имеется. Все работы, которые были собраны по содержанию жилья, была отчетность, которая производилась в марте каждого года. Никаких нареканий в нашу сторону на тот момент не было. Поэтому на сегодняшний день о чем речь идет вообще понятия не имею. Все попытки коммунальщиков попасть в подвальное помещение дома оказались тщетными. Ограничить ТСЖ в подаче горячего водоснабжения так и не удалось. Но на этом история не заканчивается. Теперь обе стороны конфликта будут отстаивать свою правоту в судебном порядке. Татьяна Усынина, Сергей Чижов. Новости нашего города.